Итак, всем привет! Сегодня настал тот момент, когда мы будем говорить про минусы всеми любимой игры World of Tanks. И товарищи, уважаемые разработчики, ввели здесь опрос, скажем, для игры World of Tanks. Мы можем перейти к опросу и сделать игру лучше. Я, соответственно, отвечу на эти вопросы по мере возможности, но, тем не менее, моё мнение может остаться за кадром. И, дабы этого не произошло, я сегодня его озвучу. Итак, первый, скажем, минус, который я могу для себя выделить, это устарелые танки, устарелые ветки прокачки. Непонятные, скажем, условия для ЛБЗ, как раз непонятные для тех, кто начал играть, скажем, более поздними ветками. Как можно выполнить там ЛБЗ по лёгким танкам, если у польской ветки всего лишь одна ветка? У польской нации можно даже так выразиться, одна ветка танков это тяжёлая. У шведской, соответственно, это противотанковые и тяжёлый танк, кранваген, барабанный. Соответственно, из этого мы имеем второй, как бы, минус. То, что 70% техники, которая в игре, она не используется. Когда вы последний раз видели в бою кранваген, кранваген, как бы, не зашёл. То же самое по японской ветке. Есть ветка тяжёлых танков, которая так в меру относительно популярна. И есть ветка средних танков, которые начинаются, вот, в принципе, в более-менее таком современном виде. Начинают с 8 уровня, это СТА-1. Потом на 9 уровне ТА-51. И имеем 10 уровень, это СТБ-1. Когда вы видели этот танк в последний раз в игре, им не играют. То же самое можно сказать про некоторые и китайские, и английские, и, в общем-то, и французские танки, которые уже достаточно давно в игре. АМХ-30Б, ну, сказать, что он не популярен, это сказать ничего. Не сказать ничего. То же самое можно сказать и про немецкие танки, которые достаточно, скажем, любимые и уважаемые. Леопард-1. На нём вообще никто не играет. Таким образом, мы можем выяснить, что куча танков, которые вы можете вкачать для себя, которые вы можете поставить в ангар, ими хвастаться, но играть вы не в клановых мероприятиях нигде на них не сможете. Такие танки банально не хотят просто брать нигде. Во всех все играют всё равно на тяжах. В клановых боях играют, в принципе, всё равно все на ИС-7, хотя он уже давно-давно устарел. И тот же ИС-4 вообще никому не нужен. Если Объект-705 ещё кто-то играет, скажем, при всём его такой неудобной компоновке, он, насказался, более-менее востребованный, потому что у него всё-таки Альфа-650. А ИС-4, соответственно, своей Альфой вообще нафиг никому не нужен. То же самое по английским танкам. Была бабаха, её забрали, дали другую бабаху без брони. Тут, собственно, вообще играть не на чём. Пока конкьюер не ввели, тут вообще ветка тяжёлых танков, она была не очень, мягко говоря. По средним танкам Центурион Экшн-Х не самый популярный танк. Вот, видите, мы идём-идём, и танков интересных как бы и особо не наблюдаем. Они вроде интересные, но в игре они реализованы вообще не очень. Тот же, например, Т-10. Вот из-за этой, вот скажем, раковой опухоли, он пробивается в эту шишку на ура. Хотя у него Альфа всего лишь 400. А он заметно проигрывает некоторым китайским и советским танкам, а тем более польскому танку, у которого 750 Альфа. И в этом же втором пункте я решил всё-таки обозначить такой, скажем, факт, то что вы, вкладывая деньги в игру, вкладывая время в игру, вы не застрахованы от того, что вашу технику могут забрать. Вы откачали там, например, десятый уровень. А вам говорят, нет, короче, голубчик, мы этот десятый уровень или девятый у тебя забираем и даём тебе другой танк. А этот десятый уровень, как бы ты его вкачал, молодец. В лучшем случае они оставят его как акционный. В худшем случае они просто его забирают и на его базе вводят какой-нибудь премиумный танк. А вы играете на десятки, которые, в общем-то, изначально не хотели. И ладно, если только во внешнем виде или в каком-то плюс-минус 10 миллиметров бронирования. Иногда бывает такое, что танки, которые выводят из игры, они настолько сильно отличались, что та замена может быть и неравноценной. То же самое было вот с восьмёркой. Был лёгкий танк Ру-251, ЛТ-шка, так называемая, всеми любимая, она была на восьмом уровне. Вместо него ввели то же самое, что и Шпиц, только назвали его ХВК-12. А Рушку перекинули на девятый уровень. Она не столь выдающаяся характеристики, она неинтересная. Тот факт, что вы обладаете нетоповым танком, заставляет качать эту никому не нужную десятку. А вот этот ХВК, это, блин, полная дресня. Сравните, как выглядит Рушка, и сравните, как выглядит эта коробка четвёртого уровня. Это реально просто неравноценная замена. Рушки габариты были меньше, она была низкая. Ну, как-то вообще танк совершенно просто другого класса, из другой эпохи. А это реально какая-то дресня, блин, тридцатых годов. Она даже похожа на вот этот вот танк, как лейфтрактор. Ну, да, блин, просто один хрен. Только эта херня разрабатывалась в тридцатых годах, а та якобы в шестьдесятых. Совершенно замена неравноценная. Забрали Рушку, дали хьюшку. Тут мы смотрим премиумные танки. Вы можете купить премиумный танк ЛОВЭ, кое-как на нём играть, кое-как фармить. Но если вы пойдёте в какие-нибудь там командные бои, вам скажут, лучше бы ты защитника взял. Вас могут взять, вы два-три боя сыграете, вас будут как бы обвинять в том, что вы купили не тот танк. Тот же самый Мутс, тот же Пантера 8.8, тот же Ягдтигр 8.8. Вы можете покупать премиум танки, они будут не самым лучшим образом играться, но при этом в глазах всех окружающих вы будете либо как донатор, либо как идиот. Потому что, скажем так, какого-то игрового преимущества вы иметь не будете, но тем не менее будете раздражать игроков, которые будут думать про какую-то вашу превосходство. Но эти танки, они никак сейчас не котируются, они никак, в общем-то, не уважаются, они никому не интересны. Те танки, которые лежат в премиум магазине, они, по сути, ничего не стоят. Хорошие танки продают только через сайт, только по акции, только за реальный день. Вот это голда, которая выйдет на краббере, на каких-то марафонах, на каких-то глобальных картах, по каким-то акциям, типа 500 голды и по цене 250, это уже не актуально. Кроме премиум аккаунта, вы за нее ничего ценного не купите. Ну или перевод свободки. Третий минус игры, это, к сожалению, ее комьюнити. Раньше, скажем таки, более продвинутые игроки, они общались на форумах. Сейчас на форумах, в общем-то, ничего интересного нет. В игре увеличился онлайн, увеличилась, скажем, целевая аудитория, и много срача происходит в чате, много срача происходит под, скажем, под видео, под видео топов блогера. Это была вообще ужасная ситуация. Я выпустил такое небольшое, коротенькое видео, где высказал свое мнение. Мой канал не самый популярный, и, соответственно, какого-то глобального общественного резонанса, и мнение его не может сформировать. Но, тем не менее, на топовых каналах был такой срач, что некоторые фанаты своего блогера, их дети блогеров, проклинали, желали смерти, чтобы сдох их нелюбимый какой-то другой, скажем, человек, а вот их самый лучший, самый хороший. Для меня это была настолько, говорю, бредово-идиотская ситуация, что мне казалось, что я, в общем-то, играю в какую-то игру, где реально такого большого количества злобленных людей я до этого еще нигде не видел. Для меня это минус, потому что я играю в игру, я хочу видеть какое-то, скажем, получать удовольствие от игры и понимать, что я играю, в общем-то, в игру, сделанную на территории СНГ, в которую играют, скажем, мои земляки, в которую я действительно могу чувствовать себя в комфортной такой атмосфере, как чувствовать в игре себя как дома. Но при этом такого большого количества негатива я редко где встречаю. И, в принципе, повторюсь, это для меня стало негативным открытием. Это первое. Второе – это статка. У кого-то может быть 40% побед, у кого-то 49%, но вы все равно будете 45% рак округляться в эту сторону. Если у какого-то игрока 50% побед, он будет считать себя статистом и уже будет говорить, что у него 51% побед. Вот этот порог в виде 49-50%, он настолько порождает всякую неприятную, скажем, ситуацию в игре, когда все смотрят на этот процент побед, никто не хочет играть. Плюс есть куча всяких таких вот программ, плагинов, модов, которые показывают шансы на победу. Это какой бред, ну какой человек с какой фантазией нездоровой вводил этот мод для того, чтобы игроков заранее программировать на какой-то негативный способ. Соответственно, никто уже играть не будет, все уже начинают лазить по статистике, выходить там, сливаться, писать какие-то жалобы, кидать репорты для того, чтобы игрок какой-то там рак, ему вот показалось, что 45% рак. Для меня вот такая ситуация, она совершенно странная, непонятная, при том, что игру нельзя обвинить в том, что она плохая. Тут есть и оптимизация, и графика. Она хорошо сделана, но плохо настроена, скажем, она настроена таким образом, чтобы вы вроде как могли в нее играть. Вот, нельзя сказать, что в игру играть невозможно. Ни один человек не может сказать, что вот игру невозможно играть. У меня на основном аккаунте есть и девятки, и десятки. Как бы играть можно, но играть некомфортно. Вот в этом и заключаются эти минусы игры. А свое мнение вы всегда можете оставить в комментариях. Всем спасибо.